Это совершенно другое, но упражнение выполнено 50%, потому что одна рука, а вот это все время. Хорошо, тогда усложним тебе, сейчас, может, вы говорите, что ни о чем угодно рассказываешь, также с эмоциями, также с переплатами, но включаешь две руки, будешь двумя пальцами. Поехали. Сейчас тебе что-нибудь расскажу, что можно показать. Я тогда расскажу про Тимофея, как я его сегодня, Тимофея, это моя морская свинка, как сегодня я его кормила. А когда он голодный, он все время дает о себе знать. Еще он дает о себе знать, когда открывается холодильник, потому что он думает, что оттуда достают огурец. А огурец это его любимая еда, и он, в общем, всегда начинает так пищать, кричать, а тут он был вообще голодный, у него ни огурца, ни было никакой еды. И вот он кричит, я к нему захожу, и вот у него такая маленькая плошечка стоит, он над ней наклонился, и я не могу в нее попасть. Я ему говорю, отойди, 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 и сыплю, сыплю туда. Ну, не могу попасть, потому что он носом туда и пытается уже залезть в этот корм, в эту коробку, и оттуда ухватить. В общем, в результате пришлось мне поднять эту плошку, насыпать туда корм, и ему вернусь, потому что иначе никак было нельзя. Да. Аплодиск. Ну вот, я радуюсь, я, знаете, я очень искренне радуюсь, когда я вижу, какие-то изменения идут, у кого-то больше, у кого-то меньше, это нормально. Ну вот, потому что, ну, в принципе, тренинги, они рассчитаны на то, чтобы был хоть какой-то результат. Опять же, у кого-то, кто больше работает, конечно, результат идет труднее процесс, но зато результат ярче, результат мощнее. Смотрите, мы сейчас начали, благодаря Ксении, такую важную тему, как работа с голосом. Это то, как я говорю. Я, кстати, сюда написал не то, это было, как я говорю. Ситуация в том, что, опять же, согласно моим, это не претендует на объективность, да, но, но, согласно моим пониманиям, моим наблюдениям, находясь в режиме, ну, грубо говоря, эмоциональной смерти или эмоциональной стабильности, это время, это эмоции. Среднестатистически, согласно моим наблюдениям, мы живем, многие из нас, живут в режиме эмоциональной смерти. Но задача в том, что все-таки жизнь полна эмоций, хороших, негативных, хотя это считается, что это интерпретация, то есть ситуация не имеет какой-то окраски, но в любом случае, да, все-таки, ну, хотя бы вот так вот, чтобы она была. Все то же самое относится к голосу, потому что я могу, мне проще говорить с вами вот на ровном, вот таком, да. Итак, друзья, мы с вами там пройдем два часа сегодня времени, я так могу без, практически без траты энергии, я так говорю, могу час говорить, два говорить, ну, мне просто это нормально. Но вопрос в том, что для вас это будет, ну, 5% информации запомниться, а все остальное, и улетит. То есть мы с вами потеряем время. Я потеряю свое время, драгоценный, вы потеряете свое время. Поэтому задача оратора – включить аудиторию, включить себя голосом. Вот то, что сейчас нам продемонстрировала, частично продемонстрировала Ксения, почему частично она работала далеко от своего даже среднего предела, вот даже среднего. Задача в том, чтобы, да, я основную информацию говорю ровно, нормально, да, но когда мне нужно что-то сказать, чтобы аудитория включилась и запомнила, я это говорю так, что она или напрягается, не запоминает, или она не напрягается, но она точно запомнит это. Я буду играть голосом, вы будете играть голосом. Именно так. Я не говорю, что нужно всегда, вот, да, как Жириновский говорит, нет, ну, вы устанете, аудитория еще быстрее устанет. Но когда нужно что-то сказать, вы говорите это четко и совершенно по-другому, чем вы говорите среднестатистически. Понятно? Вот частично нам сейчас Ксения это продемонстрировала, но это очень важно, потому что это четверть. Это четверть восприятия. А особенно это касается, очень актуально, когда ты говоришь больше двух-трех минут. Еще две-три минуты, ты еще, интерес проявляется к тебе хотя бы как к анатру, то есть держится аудитория хоть как-то, из последних сил, но она слушает тебя. Но пять минут, все. Вот, вот, все. Вот если вы не будете привлекать работу с аудиторией, привлекать ее внимание голосом, она уйдет. Я уже дал вам маленький секрет, что, когда вы поговорили на одном месте, передвигались немножечко, вы включите аудиторию. Но постоянно ходить вы, ну, не сможете. Потому что вы, иначе, будете, как маятник такой вот, туда-сюда. По поводу движения хочу сказать, чтобы вы тоже включали сейчас ваш рацион. Сейчас мы работаем с А, с движением. Здесь есть закон. Он, не хочу сказать, что он универсальный, но он закон. 20 на 80 процентов. И то, и другой процент. Как вы думаете, относительно движения, что это может значить? 20 процентов времени мы двигаемся. Это чтобы не... Сейчас, извините. Нет, это не то. Это может подождать. 20 процентов мы двигаемся, 80 процентов мы стоим. Ну, просто если мы будем двигаться постоянно, мы устанем. И аудитория устанет. Поэтому мы поговорили, пообщались. И смотрите, еще один момент. Когда мы хотим усилить свое впечатление вот сказанного, мы двигаемся к аудитории. Ну, не так, чтобы, конечно, чтобы ее повергнуть в негатив, да? Потому что, ну, это видно, да? Вот смотрите, если я буду говорить, вы знаете, все, я понял. Больше уже пошел процесс. Да. У каждого своя величина. Тут я уже понял, что я там стою уже впечатлением. Персональная граница. Да, персональная граница. Но, с другой стороны, если действительно нужно что-то сильное, вот впихнули в голову аудитории, чтобы она приняла тебя, восприняла. Если я буду стоять вот здесь вот, да, мне это будет сделать крайне трудно. Трудно, потому что между нами пропасть. И слова долетают, ну, эффекта мало. То есть, оратор, неважно кто, то есть, публичный человек выступающий, отходит, когда дает аудитории время подумать, воспринять, что я говорил до этого. Ну, такая некая пауза. Я могу в это время говорить что-то, но я понимаю, что вы сейчас находитесь немножко в своем контексте. Да, но когда мне нужно что-то такое, чтобы вы восприняли меня и начали думать, я иду к вам. Подхожу, понимаю, что оп, все, момент, дальше не иду. Ну, по крайней мере, все, включился, отошел, дальше пошел. 20-80. С точки зрения голоса, мы сейчас с вами будем тренироваться на чем угодно, на кошках, на ежиках, на Тимофее. Не столь важна. Важная задача, на важных каких-то мыслях вы будете делать акцент. Или вверх, если что-то важное. То есть, вы представляете, он пять раз в день ест. Пять! Это маленькая сущность, я сейчас вам говорила, да? Пять раз в день ест. Он ест в день пачку корма. Вот это вот. Или вы представляете, у меня младшая, она обожает качаться на качеле. И она час может качаться просто так. У меня уже ноги отваливаются, она качается. Я говорю, пойдем. Нет, качкачай, все. Да. Два года, четыре месяца ребенку, и она фанат просто качелей. То есть, вы понимаете, в зависимости от контекста, я или ухожу вверх, и тогда вся аудитория должна сказать, ах, ахнуть, да? Или, я говорю, ну, как бы так считается интимно, да? Вот низко, но чтобы это вот между нами. Как будто между нами. Понятно, что здесь нет никакой информации. Но я хочу, чтобы вы, ну, поняли это в другое, да? То есть, куда уходить, туда или сюда, это ваш выбор. Конечно, зависит от контекста. Поняли? Приняли, над чем мы сейчас будем работать? Мы будем работать, а, над движением, но это вторично, первично, и, пожалуйста, используйте весь свой диапазон акустический. А это испугатель? Кто? Да, это их проблема. У нас мастер-класс. Мы имеем право. Это же родная альмаматор. Здесь все в порядке. Тем более, в ДО, бронеж-броневич у нас человек. Он поймет. Все, друзья, я закончил разговор, теперь приходит время ваших выступлений. О чем мы говорим? Не важно. важно обработать эффект взаимодействия с акустерией. Прошу. Браво, Наталья. Хорошо, что она хоребреет. Да. Главное, идет и делает. Делает. Работает. Кстати, знаете, чем вот такие люди, вот Наталья, они обычно получают на выходе максимальный эффект. Заряд, конечно. Да, не надо хвалить, мне раньше времени. Да, я еще не поступила, я еще буду думать до сентября. Наталья, здесь сейчас сначала сканирую себя, быстрее, и уже несимметрично станет немножко. Да, мне трудно. Ну, давайте я тоже буду рассказывать о животных. Вот. Вот, ежики, это не единственные мои животные, и началось это все очень давно. Я вообще люблю животных нестандартных. Кошки, собачки, хомячки, морские свинки, все это было в детстве, и все это уже сейчас мне скучно. Очень долго я мечтала о крысах. Я обожаю крыс. Это вообще самые замечательные существа, которые только могут быть на земле. И как только я вышла замуж, перед тем, как родить первого ребенка, я себе взяла крысу. Слава Богу, меня муж поддержал. Это было просто чудесное создание. Ее звали Нора. Она была очень контактная. Она обожала нас. Она жила не в клетке. Мы ей отдали старый диван. У нас был там от дедушки с бабушкой диван. Она просто на нем жила, потом в нем жила. Вот. Она постоянно... Мы ее брали с собой везде. Она там ползала. Ну, в общем, в виде. Я делаю паузу, потому что, собственно, задание было не искать практику, а искать было и грань волоса. А, гребен. Сверх до низа. Вот очень резко всплескал вверх до перехода на полушепот, чтобы между нами делать. А я пока этого ничего не вижу, не слышу. Более того, у нас было еще задание двигаться. Двигаться. Да. И это тоже не типичный над этим надо сейчас работать. Ну, так вот. Крысы живут мало и, в конце концов, нору мы потеряли. Но потом родились дети, потом, значит, появилась у нас вторая крыса. Это уже был мальчик, он вырос таким, не крысой, таким ослоном. Стоп. Мы с вами сейчас начнем эмоциональный параметр упражнения. Я его хотел сделать отдельно, но вы должны делать его прямо в режиме онлайн. Итак, смотри, эмоции наши, выражаются голосом, силой голоса. От нуля, клиническая смерть, до 10, на выступление гипер, кто видел, с брызгами, с лунами и так далее. Вот это вот шкала, от нуля до 10. Вот ты сейчас говоришь, да, ну, 10, понятно, условная пятерка, ты сейчас говоришь на уровне полка. Например, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 5, 6, 7. Смотри, наша задача дойти до хотя бы 7, 8. Задача сейчас будет нетривиальная и действительно она будет непростая. Но нам надо это сделать, потому что вот это вот это неприемлемо. Более того, я слышал там два-три двоих, я понимаю, что это хоть как-то будет. Смотри, сейчас я тебе, ну, допросят нас телезрители, да, но сейчас ты будешь посматривать сюда и говорить на том уровне, который тебе не показывает. Да. Телеть. Не хочу. Нет. Ну, а что это моё любимое упражнение, потому что оно, Дима, присутствовало на подобном мероприятии, оно позволяет дойти, в общем-то, до высоких значений, что после этого становится немножко легче. Итак, ты сейчас общаешься на этом уровне, и это неприемлемо. Это в обычной жизни а-ля ТДТ вообще не да, история этого проекта. Хорошо, сейчас прям я буду чертить, сколько ты будешь, соответственно, увеличиваться. Сейчас говоришь на двоечку, чуть громче, чем то, что сейчас говорили. Уже про мальчику про крысу. В один прекрасный день мы завели, да, мы завели черный шап. Это был год крысы. Только ты забывай, что это уже, да? Это был год крысы. И этот крыс в год крысы немножко не оправдал наши ожидания. Он превратился в такого просто слона, который весил, наверное, килограмм, был вот реально там, реально был, ну, просто вот вот такой. Вот он ел действительно там шесть раз в день. И в конце концов просто пища. И перестало его как бы интересовать. Нам захотелось каких-то экспериментов. Мы жили недалеко от зоомагазина. Причем зоомагазина такого, в котором продавались в том числе и кормовые насекомые. Вот. Кормовые насекомые это вообще отдельная очень интересная история. И мы покупали ему еще громче. И мы стали ему покупать живых кормовых насекомых. Значит, это вот такие вот это мои нет, тараканы это это мои любимые кормовые. Вот такие вот червяки толстые, такие жирные, белые. они называются не могу. Они называются зоофобосы. Зоофобосы. Это такие замечательные вообще червяки, которые очень перспективные. Это вообще пища будущего. На самом деле они очень полезные. В них куча минеральных веществ, жиров, витаминов. Все сбалансировано. Тем более, что это вообще перспективное направление. Это пища будущего, потому что мы можем вложить минимум затрат. Они потребляют вот как хрюшки, съедают все с домашнего стола, все лишнее, все там. И на выходе мы получаем быстрый рост там маски. Я не могу. ты можешь, ты можешь. Можешь. Не хочешь, но ты можешь. Поэтому говори громче. Сейчас тренинг. Ну, в общем, начали мы покупать ему этих зафобосов. Был, конечно, цирк. Мы запускали этих червяков в клетку. Он на них накидывался, пытался, значит, поймать. Он на них накидывался? Он на них накидывался, но он толстый был. Он накидывался медленно сначала. Он сначала на них так смотрел вообще. Ты что такое? А эти зафобосы, они, у них челюсти очень мощные. Они могут прожрать... Не пойдет. Вспоминай стихотворение. Любое. Но не то, то... Не, я все, я больше не помню. Я плохая память. Хорошо. Смотри. Сейчас на уровне. Четверку. Ты сейчас вспоминаешь это стихотворение. Не, давай пятерку. Пятерка громко. Громко. Поехали. Только ты смотри сюда, я буду рукой подниматься, а ты будешь повышать стихотворение. Я сейчас стихотворение забуду. Вот и зима пришла. Вот и зима пришла. Небо пошел, снежок, к ночи метель замела, будку где... Знаешь, что ты не можешь? Для уйти тюненью, где замела, где замела. Я так же не могу. У меня тут зажим, да. А ты открываешь, вот ты говоришь нам о том, что замела метель. Понимаешь? Это и есть работа над голосом. Сейчас пятерку рассказывай. Громче и четче. Вот и зима пришла, с неба пошел снежок, к ночи метель замела, будку где спал дружок, к ночи снежком замело маленькое село. Мельницы, ручей, поле, и гнезда грачей, медленно снег идет в поле и у ворот, и не поймет петух, и не поймет петух, снег это или пух. Было черным черно, стало белым бело, ты посмотри в окно, как за окном светло. Дальше. Заново. Поехали. Я же охрипну. Да, охрипнешь, конечно. Потому что ты не говоришь так. А можешь. Только, если ты будешь громче, шире открывать руд, у тебя и звук будет громче. Один, я привыкла. Вот я открываю руд. Вот шикарная практика. Вот тебе шанс. Начать говорить. Поехали. Восьмерка. Нет, давай, ладно, пока. Семерка. Но это все громко. Для тебя. Соро. Вот и зима пришлась. Вот и зима пришлась. Небо пошел снежок. К ночи метель замела будку, где спал дружок. К ночи снежком занесло маленькое село. Мельницы, ручей, поле. Маленький ручей уже может быть на восьмерке. А ты можешь давай громче. Ручей, поле, гнезда грачей. Я не могу, но это моя десятка. Это твоя внутренняя. Внутренняя. Ты внутри, Горич, я не могу. Знаешь, что я тебе сейчас маленькую цитату, чтобы ты собралась вместе. Шикарную цитату сказал Генри Форд. Он сказал, если ты думаешь, что ты можешь, ты прав. Если ты думаешь, что ты не можешь, ты тоже прав. Потому что это внутри. Это убеждение. Вот я не могу начать говорить на японском языке. Действительно не могу, потому что я его не знаю. Я знаю пять фраз. Но я не могу, действительно. А что значит, я не могу говорить громче, когда это твой голос? Это твой. Но сейчас у меня, значит, нет самомотивации на 10. Уже на тренинге. Уже внешне. Я же знаю, что ты можешь. Я даже сейчас не буду на десятку. Понятно, девятку-десятку я сейчас не хочу. Но я хочу, чтобы ты хотя бы семерку отработал. Но это хотя бы. И ты можешь. Только, ну, ты знаешь, какой-то ограничитель скорости стоит. Ну, это мы сейчас с ними будем как раз работать. Я хочу, чтобы ты сейчас громко, четко. Сейчас нету здесь, вот, знаешь, что тебе скажут, ай-яй-яй, Наташа, шуметь нельзя. Вот таких здесь нету сейчас. Мы вывели аудиторию, чтобы здесь и орать, и прыгать. Вот спрошу Дима, мы так орали, когда здесь было 12 человек, что здесь стекла кричали. И здесь никто нам ничего не сказал. Это наше время. Поэтому, пожалуйста, сейчас убери свое внутреннее и скажи нам, что если уж там что-то течет в ручей, так он геохранный бабай, течет в ручей, а не просто там где-то. Понимаешь? Я попробую. Давай. Вот и зима пришлась, с неба пошел снежок, к ночи метель замела будку, где спал дружок, мельницы, ручей, поле и гнезда грачей. Медленно снег идет, с полей у ручья и не поймет петру. Медленно снег это не полк. Сейчас закончим. Лапа без снега. Молодец. Можешь. Можешь, ты это закончишь. Снимай. Хорошо. Вот маленькая растяжка была у тебя сегодня. Да. Хорошо. Это вас тоже ждет. Угу. Угу. Я хочу рассказать ситуацию сегодня в автобусе. Мы проехали остановку, которая была по требованию, так есть такие остановки. И около меня раздался такой крик. Алло! То есть кто-то кричал водителю, что кто-то остановился. Вот. И, в общем, вот от такого крика водитель остановился напередине уже дороги, потому что он понял, что он проехал остановку. То есть если бы человек громко не крикнул, наверное, мы бы ехали до Киевской. Ну вот. Сегодня сразу все с дорогой. Хорошо. Но задание было немножко другое. Мы от верха до низу вверх-то нормально получили? Да. А вот с точки зрения пообщаться с нами вот прям на такой тихой на собой волне? Ой, ну тихо и тоже про животных. Вот у меня собачка, ему пять лет, его зовут Яша. Это ваша семья. Совсем, да? Это я так могу с подружками. Ты представляешь? Вот я была вчера на спектакле. Там такая тема. Конечно, я бы посмотрела бы с другой стороны. А там показали две пары, две пары семейных. И вдруг эти пары пересекаются в другой обстановке и выходят из нее. Значит, муж из этой пары стал женой из этой пары. то есть из четырех человек получилось две разных пары. Но я посчитала, что здесь режиссер дал маху, потому что за два часа определить ситуацию очень трудно. не убедила. Не убедила, потому что... Уважаемый ангел. Вообще не поняли, потому что о чем разговор. А мы сейчас тогда поймем вот здесь. Итак, я уже определяю текущий уровень как тропик. Ну, то есть, выше, чем Наталья, но все-таки это ты. И наша задача это идти до восьми. с учетом того, что вы поете и так далее, это будет не так важно. Но одно дело пить, потому что я тоже пою и тоже буду пить. И это немножко другое. Другое дело в вокальном, ой, наоборот, парадском, уже тематике выступления без ритма, без музыки и так далее начать играть модулирую. Итак, задача сейчас неважна о чем, но будем постепенно повышать уровень энергетики и громкости. Не сите всю шуму. Ну, вот можно про спектакль, конечно, сказать, да. Ну, сейчас мы вот в следующий момент четвертый. Только, ну, работаем на аудитории. Аудитория, кстати, у нас Ксения и Наталья в том числе. Мы называем, что там, конечно, тоже есть Дима, Ксения, Наталья и Каня. Вот это все пока у нас. Итак, четвертый. Вот значит, две этих пары решили разобраться. И вот они появляются вчетвером. И, конечно же, включают в этот зал. Но некоторые зрители просто отказываются понимать и режиссера, и актеров. И вдруг раздается крик судью нам мыло. Ну вот и что, люди пришли, ждали какой-то ну, приятный субботний вечер провести на хорошем спектакле. А попали просто на какой-то базар. Ну что это такое? Я против таких спектаклей. мне не понравилось, да, я рецензию напишу, потому что у меня все бурлит внутри, я хочу другого спектакля в субботу. Я против. Семь с половиной. Ну что, больше уже никак ничего не получается. Вот я же вышел в ваш дом. Нет, ну это можно только крикнуть. Алло, проехали. Семь с половиной. Нет, ну куда? Ну куда? У вас свой динамический диапазон. У вас мощный диапазон. Да. Так используйте его. Яша, вернись! Во! Это собака, это собака, это собака. Да. Точно, Все, Давайте девятку. Не, 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 на девятку, да? На девятку про это. Я уж не говорю про Олег Гитлер. Не надо. Но девятка-то можете. Люди, прекратите о политике, дайте отдохнуть. Хорошо. Почти вас, хорошо, аплодисменты. Единственный, смотрите, момент, который мне, я бы еще чуть-чуть сейчас поработал, это все-таки движение. Они, их нет. Но они, мы... Потому что я в это время не думала, что говорить. Ну, это сказки от маски, а мы сейчас все-таки работаем. Смотрите, сейчас, я не говорю там, на какую руку будете общаться, это ваше. Вас, вы увидели, что на самом деле хорошо, можно и высоко общаться. Будет здоровая, ну, вовлекающая история. То есть, прям здорово, если вы сейчас пообщаетесь на высоких томатах с нами. Ничего мы выдержим, я думаю, да? Было хорошо. Но теперь при этом вы еще будете шестикулировать, двигаться, сохранять гармоничное состояние с движением небольшим. Потому что эмоций хочется двигаться, и украиня, и так далее. вот, Наталья, когда включилась, у нее прямо в руке садь башни. Угу. Поэтому вы подвигаетесь эмоционально. Женщины, ну сколько можно стоять здесь, уже выбрали и яблоки, и помидоры. Отойдите, пожалуйста, дайте подойти бабушке. Вы посмотрите, она еле стоит. Отойдите, ради Бога! Ну все, эта сцена была в магазине вот недавно совсем. Ну хорошо, если бы с нами работали. Угу, это трудно, это трудно. Ничего, не, нет, расскажите нам, как вы были возмущены тем, что произошло вчера. Нет, ну это невозможно, это невозможно наблюдать, когда старый человек идет с коляской, все видят, и никто не отошел. Мало того, две женщины схватили эту сетку с яблоками, начали ее трясти перед бабушкой и говоря, это мое, это мое, ну в общем, там был процесс. Ты все делала? Все. Дима, закрывай. Хорошо. Ну как, прочувствую? Ну, в общем, да, да. Движение – это жизнь. И это эффективно. Для оратора это очень эффективно. Синяя. Сейчас будем над тобой и сделать, смываться. Да, я. Ну а что делать? Ну, я темы нашла. очень классно. ничего, здесь 6 см, это не играть, громко, а эти? А, люди, да, не могут слушать это? Я про себя говорю. Я более-менее не знаю. 6 см, это не очень больно. не могу. Нет, я не отвечаю, я вас слушаю. Просто я его уши закрываю, я не знаю, ничего не слышу. А, не, ничего, все в порядке. Смотри, думал, все ключевые, я просто слушаю. Да, я буду. Смотри, твоя задача – использую уже все, что дает. Вам уже считается все в порядке. Да, тут поза, женское положение. Задача в том, что твоя задача – модулировать голосом. Как ты это делал, уже хорошо. Низкого, буквально до высоких тонов. Подвигаться. Я вам скажу честно, для женщины это маленький секрет, или я не на аудитории. Тем более, что там есть мужчина. Женщина движется и двигается красиво. У нас вообще ничего не будет. Ходи туда-сюда. И все, и это будет эффект. Уже будет эффект. А если ты будешь гладить их еще красиво, вот так вот, а не твои, подвигаешься. И мы сейчас посмотрим, как смотрим. Смотрим. Давай мы, как ты делаешь, как ты делаешь. Вот, я думала, что рассказать, пока все рассказывали. И хотела выбрать вообще грустную такую историю, но потом поняла, что кричать надо. И думаю, расскажу. И я думаю, что же, что же, что же у меня крутилось. И думаю, расскажу про родительское собрание. Вот, я недавно была. И это как раз про то, чтобы покричать. Вот. Пришла я на это родительское собрание. Это седьмой класс. Села на заднюю парту. Села на заднюю парту. Да. Села на заднюю парту, так скромно. И начинаю заходить учителя и рассказывать. Вот. Алеша, это сын. Да, сын зовут Алеша. А, да, это тоже. Вот. И заходят учителя, я говорю, ну, а как Алеша? Они говорят, хорошо не делать домашнее задание. Никогда. Следующий заходит, ну, и, а, Алеша? Он говорит, да, мы знаем этого мальчика, он очень умный, но он вообще не делает домашнее задание. И так заходят учитель за учителем, и во мне уже закипает такой гнев, прямо злость. Ксения, ходи. Я тебя не рекомендую. Нет, только не мог, а не какого. Ходи. Это шикарное, маленькое. Прием. который тебе может дать много, а ты просто в плане, ничего. Ходи. И я сижу, и один учитель за другим учителем, они заходят, говорят, вот это вот, вот это вот все, что он не делает домашнее задание, и во мне закипает, на самом деле, во мне просто закипает гнев. Я думаю, сейчас я приду, его прямо съем. Невыносимо. Вот. И даже боюсь уже сама домой идти, вот, потому что, ага, боюсь уже домой идти, потому что, думаю, не выдержу, не выдержу, сорвусь, и буду кричать, и это неправильно, и сразу вспоминаю все, что я проходила, и все, что я читала, и думаю, и это неправильно, но все равно чувствую, что я не удержусь, и тут понимаю, ну, да, и тут понимаю, ну, слава богу, его нету дома, может быть, я посижу, выпью чаю, и хоть чуть-чуть, я хоть чуть-чуть, я успокоюсь, потому что я прямо в бешенстве, в гневе, я, да, да, вот, и я сижу и пью чай, но мне не помогает, мне не помогает, и я думаю, что нет, все равно, это невыносимо, это просто невозможно, вот, да, и думаю, господи, как я устала, думаю, ну, сейчас он придет, и опять вот я сорвусь, и потом я опять за ним там несколько дней послежу, и он будет, и он будет делать все, а потом опять все бросит, будет сидеть за компьютером, и бесят, меня это раздражает, меня это ужасно бесят, раздражает, и я не знаю, что с этим делать, это просто какая-то беспомощность. Вот, аплодисменты, это просто, что я делаю. Каждый из нас имеет свои определенные, ну, скажем так, полные границы. Просто какой-то спектакль. Да, Ксения, ты сейчас работала процент на 60, я хочу сказать, может даже чуть меньше, надо же какой-то бальзамочек немножко, но я тебе хочу сказать, потенциал у тебя офигенно большой, вот прямо между нами говорю, очень большой, что по голосу, что по энергетике, что вот, ну, во внешнем, да, потому что тоже зажим у тебя, нам не горит, сколько. Да. И с ними нужно работать. Ну, к сожалению, там, в пределах мастер-класса, да, мне не нужно все, но я, по крайней мере, дал какие-то основные такие моменты, над тем уже можно работать. Если вы даже над этим будете работать, уже будете первым. Да, поэтому, спасибо большое, аплодисменты, с ними. Хорошо поработало, но не прошло, не прошлись по всей шкале, просто по времени. Время. Друзья, мы сейчас заканчиваем, я просто хочу еще раз, да, сказать, что мастер-класс, ну, он дает просто основные какие-то моменты, так и веси, над чем можно работать. Не сегодня, не по плану, не все далеко, я тоже хотел сделать, что запланировал, мы сделали, но я считаю, что, ну, я тоже оцениваю, как бы, эффективность каждого занятия, я работаю, в принципе, сейчас на результатах. Да, я вижу, что уже определенные сдвиги есть, определенные сдвиги. У кого-то побольше, у кого-то поменьше, но в любом случае, это в ваших руках. Работайте, то есть, осознали, да, вот, как симптом, осознали, что есть над чем работать. Чем больше вы туда будете вкладывать, тем больше выход будет для вас, личные эффекты, зажимы, голос, жесты, визуальный контакт, вот то, что сегодня было, движение, потому что нас, к сожалению, да, парадокс в том, что вся система обучения сейчас построена на том, чтобы из этого всего развивать вот это. нас не учат, как выступать, нас не учат, не работать с голосом, нас не учат, я уж молчу там про паузы, про взлеты эмоциональные, вот этот энергетический барометр, да, его нигде не дают, парадоксально же, хотя это, ну, первое, первостепенное, то, что человеку поможет в жизни, а про это не говорят, не учат. Ну, я имею в виду, что в системе, стандартной системе обучения, хотя вот сейчас я смотрю, вот, старший учится, и там потихонечку есть какие-то изменения в эту сторону, я думаю, слава богу, вот та система, в которой я учился, она вообще вот это мне делала. Наоборот, она зажимала, то есть выйдешь, тебе сразу там по голове надают от учителя, и думаешь, господи, побыстрее, почему сейчас многие, знаете, выходят, я Никита Сергеев, там, бизнес-д, и все, и пошел, 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 а в жизни-то наоборот, знаете, кто-то выходит, то, что у кого там громкий голос, у кого побольше наглости, у кого побольше эмоций, они же и идут вверх, посмотрите, они же и растут, на них обращают внимание, и они пользуются популярностью. Человек умный, думающий, и так далее, он сидит со своими знаниями, опытом, и, как раз, помалкивает. Ну, мне обидно, честно скажу, да, обидно, потому что вот это неправильно. Вот эта вот система, она позволяет хоть как-то повышать ситуацию. Я хочу вам сказать, да, если вы придете, 29-го, это ни к чему не обязывающее, я не могу сказать, что прям, да, это бесплатное знакомство будет, с нашим центром, с нашими тренерами, с нашей шикарной актрисой, которая будет вести вот параллельно, одновременно. И это шанс, возможность поработать с этими, с другими своими вопросами, там, с режимами, ну, пусть это слово, с комплексами, с какими-то, которые сегодня частично мы посмотрели. А если курс пойдете, в целом, он длится месяц, то там, конечно, будет результат хороший. На первом, а? Вы знаете, там, для студентов, студент, для студентов там отдельно, но для своих, вообще стандартная цена 12 900, но, ну, курс длится месяц, месяц, повторник, и четвергам занятия. Но, если вы приходите, там, оплачиваете, или оставляете в первое занятие, хоть какую-то предоплату, стоимость курса составляет 9 500, насколько я помню. Вот система такая. Ну, то есть, если вы уже приходите на второе занятие, и говорите, что да, это будет стоимость 12 900. А за партизм 1 уже 9 500? Да, да, 9 100. Вот. Но хочу сказать, что это уникальность, в чем уникальность тренинга, потому что мы здесь два в одном сделали. Мы актерские сделали, а это эмоции мощные, актриса очень мощная, и она работает прям и аратовски. Это вот методика, которую даю я. Поэтому приглашают, смотрите, я телефон запишу, на всякий случай, просто если вдруг там что-то захочется пойти. Да, ну, если ребята, мало ли там кто-то. Представите, я продублирую. Ну, мне не писать тут? Нет, ну, пишите, что для ребенка. Хорошо. Я напишу сайт, где есть там форма тоже, заявки можно оставить. Значит, она «Сила слова.биз». «Сила слова.биз». Это сайт, там есть форма, там есть описание этого тренинга. В принципе, там можно найти более информацию, более такую расписанную. и телефон. 8, потому что там, почему телефон, очень важна регистрация, там бизнес-центр, там пропускная система, ну, то есть там паспорт нужно иметь, иначе вас не пропустят. 8-926-5-6-2-2-5-8-7. Кстати, хочу сказать, что в прошлую группу у нас, по-моему, 4-5 студентов МГППУ учились, прошли. Вечно. Знаете, прошу? Да, да, да. То есть, они прошли, даже как отзывы у нас на сайте оставили, то есть, они тоже были, тоже мастер-класс, после мастер-класса пришли. Вот, придете, как бы, с удовольствием, welcome, добро пожаловать, и придете, работайте с тем, что есть, и тоже, я думаю, что было полезно. Ну, информацию, это же ваше решение. Классно можно прийти? Да, да, первое занятие бесплатное, вы приходите, понимаете, если это да соответствует, вы идете дальше. Два часа? Три часа идем. Три часа, до десяти часов. Хорошо, друзья, на сей моменте, я думаю, с вами можем проститься, и рад был нашему общению. Сегодня. Я все уберу. Я вставил, я и уберу. Все, спасибо большое. Так, здесь как-то нужно выключить, но я не знаю как. Дима? Не давай? Да. Так, это я сейчас вставил. Спасибо, до свидания. Дима, да, España. Вот. Видишь, это? Наши смешного. Взаимно. 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 Продолжение следует...